В эфире Вет и Вечерний Вестник. Я Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Пермской администрации утвердили расписание общественного транспорта на предстоящие новогодние праздники. 31 декабря он будет работать по воскресному расписанию. При этом у автобусов будут отменены все рейсы, которые начинаются после 23.00. В то же время трамваи продолжат перевозить пассажиров без сокращения и после 11 по расписанию выходного дня. В новогоднюю ночь в краевой столице общественный транспорт работать не будет. 1 и 2 января на линии будет работать лишь половина тех автобусов и трамваев, которые предусмотрены расписанием выходного дня. С 3 по 9 пермский общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня. Актуальная информация о работе общественного транспорта в праздничные дни доступна в Яндекс.Картах и на сайте ГорТранс. К предстоящим праздничным дням активно готовятся и коммунальные службы. На 10 дней предприятия энергетики и ЖКХ переходят в режим повышенной готовности. В оставшиеся до новогодних праздников дни на предприятиях должны провести проверку готовности ремонтных бригад. Как идет подготовка у пермских тепловых сетей узнала наша съемочная группа. Оперативно-диспетчерская служба пермских тепловых сетей «Глаза и уши» системы центрального отопления Перми и Краснокамска. Именно отсюда настраиваются тепловые гидравлические режимы систем, переключают нагрузку в сети и сразу же реагируют на любые отклонения от заданной нормы. Работа очень ответственная, признается старший диспетчер Николай Уточкин. Моя задача заключается в контроле работы насосных, также соблюдении режимов по насосным, регулировке непосредственно задаем машинистам. Они выезжают на место и регулируют. Ну и значит непосредственно работаем с районами. Для того, чтобы не случилось внеплановых отключений в предстоящие праздники в период с 31 декабря по 9 января 2022 года, предприятия пермского филиала ПАО «Т-Плюс» в Пермском крае будут работать в режиме повышенной готовности. В выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести порядка 50 аварийно-ремотных бригад. На ТЭЦ и предприятиях тепловых сетей организован усиленный контроль над работой основного оборудования. А на станциях и котельных заранее сформирован требуемый запас топлива и обеспечена необходимая готовность персонала. Наша задача будет пройти предстоящие новогодние праздники без замечаний. Для этого настроена наша оперативно-диспетчерская служба, наш персонал. У нас повышенный режим готовности для решения всех нештатных ситуаций. Я уверен, что город Пермь, город Краснодар-Калмск пройдут в новогодние праздники без замечаний. Мы все сделаем для этого. По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома в период праздников пермяки могут обращаться в свои управляющие организации, а также в оперативно-диспетчерскую службу пермских тепловых сетей. Максим Суханов, Екатерина Рухтина, Виктор Морозов. Телекомпания «Ветта». Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 511 новых случаев COVID-19. Тем временем в регионе продолжается иммунизация населения. Во всех мобильных пунктах в наличии вакцина «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». В ТРК «Спешилов» также в наличии вакцина от гриппа. Пункты вакцинации продолжат свою работу и в праздничные дни. К слову, те, кто против вакцинации, QR-кодов планируют провести в Перми пикет. Состоится он 29 декабря. В городской мэрии подтвердили, что пикет согласован. Согласование получено и от администрации, губернатора Пермского края. Похожие протестные мероприятия проходят и в других городах России. К примеру, в Екатеринбурге состоялось уже 4 акции. Также протесты были и в Челябинске. К другим темам. В Чайковском начала свою работу первая в регионе мультитопливная заправочная станция. Это первый комплекс современной АЗС и высокоскоростной электрозарядной станции от «Нефтехимпром». О заправках нового формата в нашем следующем сюжете. 80 киловатт постоянного тока. Своя сверхмощная и высокоскоростная электростанция теперь есть в Чайковском. Здесь можно зарядить электромобиль за 12 минут. И этого хватит на 100 километров. В каждых крупных городах желательно нахождение хотя бы одной быстрой зарядной станции. Для того, чтобы из города в город можно было спокойно перемещаться и заряжаться без проблем, когда ты уже туда приедешь. В Прикамье это 39-я по счету АЗС группы «Нефтехимпром». Но первая в своем роде. Потому что заправочная станция мультитопливная. В Чайковском она появилась не случайно. Город часто посещают спортсмены, музыканты и просто туристы со всей России и из-за рубежа. В Чайковский городской округ входит в федеральную программу «Умный город». Мы являемся одним из лидеров в Киевском крае по развитию данной федеральной программы. Это действительно современная АЗС. Здесь установлены колонки английского производителя «Токхейм» с высокой точностью налива. Работает кафе. Так что водители тоже могут заправиться и подзарядиться. Есть бонусная программа «Просто супер» и мобильное приложение. Особенность этой АЗС – это мультитопливная АЗС. На ней помимо видов топлива классических, еще есть зарядная станция для электромобилей. Это вторая самая быстрая станция в Пермском крае. Мощностью 80 кВт постоянного тока. Группа компаний «Нефтехимпром» активно развивается, реконструирует имеющиеся станции и строит новые, расширяя географию своего присутствия в регионе. Всего в Прикамье 4 электрозарядные станции «Суперэнерджи». В планах открытие 60 подобных станций в Перми и в Пермском крае. Анастасия Петухова, Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». Эксперты отмечают, более 20% россиян планируют в новогодние праздники поехать в путешествия. В связи с этим возрастает необходимость дополнительной защиты дома от возможных неприятностей. Решить этот вопрос помогут профессионалы в сфере систем безопасности. С одним из них мы сегодня поговорим в нашей студии. У нас в гостях Руслан Сайфуддинов. Руслан Ильдусович, добрый вечер. Здравствуйте. На самом деле, начнем, наверное, с того, что вы председатель Совета Ассоциаций Национальных Компаний Комплексных Систем Безопасности. Так вот, чем занимается ваша ассоциация и чем она может быть полезна вашим клиентам, потребителям? Наша ассоциация является общественной организацией, некоммерческой организацией. Мы объединяем профильные организации по всей России. География у нас ширная, большая. Организация, которая входит в нашу ассоциацию, занимается комплексом системы безопасности на территории Российской Федерации. В частности, мы являемся законодателями моды. В начале 2000-х годов мы начали заниматься изначально домофонами, устанавливать новые двери на подъезды, ставить домофоны, предоставлять защиту на входных дверях, чтобы посторонние люди не могли входить в подъезды. В дальнейшем мы начали развиваться и также развивать свои возможности, предлагать услуги. Это видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, все, что касается именно конкретно систем безопасности в доме. Ну вот, например, те, кто хотят стать вашими клиентами, с чего посоветуйте им начать в системах безопасности? На что в первую очередь обратить внимание, может быть? В первую очередь каждый клиент выдает свое техническое задание. Мы всегда прислушаемся к клиентам. Также мы, как профессионалы, делаем коммерческое предложение, указываем, какие есть плюсы, какие есть минусы, что надо сделать. Ну, в первую очередь, все-таки мы работаем для безопасности. И клиент, который к нам приходит, он получает от нас комплекс безопасности. В том числе мы предлагаем эксклюзивные вещи, которые мы можем предложить своему клиенту. Ну и, соответственно, поддерживаем техническое обслуживание того оборудования, которое мы установили. Ну вот, уже немножко начали эту тему по поводу вашей обширной географии. И вообще, как много членов вашей ассоциации? В нашу ассоциацию входит более 42 компаний, крупных компаний по всей России. Каждый месяц мы растем. Задача нашей ассоциации, и у нас есть такой девиз, да, это качество обслуживания. Качество предоставления услуг, качество обслуживания. И мы стремимся к этому стандарту по всей России. И также с нами работают российские заводы-производители. Мы берем их оборудование и, соответственно, предлагаем своим клиентам. Ставим мы все оборудование бесплатно на территории Российской Федерации. И обслуживаем в дальнейшем все это оборудование. Какие сегодня вопросы безопасности наиболее актуальны? Вот можно там топ-3, топ-5 выделить. И почему именно они? С чем связаны? Ну, на сегодняшний день у нас в стране идет цифровизация, так называемая. Мы, конечно, тоже стараемся участвовать в таких мероприятиях. Но в первую очередь наша задача поработать с нашим конечным потребителем, клиентом. Это любой житель любого дома, любого подъезда. И, соответственно, то, что хочет житель, мы все это исполняем в качестве оборудования, в качестве обслуживания, сервиса ежедневного. И, соответственно, то оборудование, которое мы устанавливаем, мы несем полностью за него ответственность. Соответственно, дополнительные средства мы не собираем. Клиент платит за обслуживание. И все оборудование, которое мы установили, мы меняем за счет нашей организации. А нет ли вот такого, что перед Новым годом какой-то всплеск, например, по системам противопожарной безопасности, в связи с тем, что бенгальские огни и прочее будет на новогоднюю ночь? В декабрь месяц он всегда у нас положительный. Люди торопятся что-то сделать. К примеру, у людей, допустим, не работает так же домофон, трубка установлена в квартире. Они вспоминают, что к ним должны прийти гости. И в торопях, в торопях, соответственно, декабрь месяц у нас такой топовый месяц. Все хотят быстро что-то сделать, соответственно, обращаются. Также по системам видеонаблюдения. Мы работаем, стараемся. Мы работаем по 31 декабря. Желаю, наверное, в наступающем году безопасности вашим клиентам. Ну а вам, конечно, процветания и всего самого лучшего. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Сегодня у нас в гостях был председатель Совета Ассоциации национальных компаний комплексных систем безопасности Руслан Сайфуддинов. А мы продолжаем наш выпуск. Пермские ЗАГСы подвели итоги года традиционным списком самых необычных имен, которыми называли детей в уходящем году. Как передает пресс-служба городской администрации, тренд на редкие имена сохраняется. Так, специалисты ЗАГСов вписывали в свидетельство о рождении такие имена мальчиков, как Демьян, Клементий, Виарел, Арислав и Арман. Если говорить об именах девочек, то в этом году самыми необычными зарегистрированными именами стали Айлина, Медина, Айша, Евангелина, Амира, Ясмина, Ариана, Татья, Леора, Афина и ряд других. В ЗАГСе напоминают родителям, что при выборе имен для ребенка нужно в первую очередь думать о том, как оно может повлиять на его жизнь. Хоккеист родом из Сприкамья за 41 секунду забросил свои дебютные шайбы на молодежном чемпионате мира по хоккею. Как выяснил Егор Тверетинов, для 17-летнего уроженца Кунгура этот турнир является первым молодежным чемпионатом мира в карьере. Новости региона далее. Добрый вечер. Сказочная новогодняя история случилась на днях в Перми. Восьмилетняя школьница Глафира Родионова написала письмо дедушке Морозу и отнесла его в лес. Там новогоднее послание обнаружили гуляющие пермики. Прочитали его и написали об этом в социальных сетях. Пост увидел настоящий дедушка Мороз и обратился в полицию, чтобы ему там помогли разыскать Глашу. Ну а когда девочку все-таки нашли, дед Мороз смог исполнить ее самое заветное желание. Школьница попросила в подарок на новый 2022 год настоящий микрофон, ну и большой поп. В Чайковском завершились всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок, являющиеся отборочным турниром к первенству Европы. Студенты Чайковской государственной академии физической культуры и спорта Анастасия Зырянова и Александр Корнев по результатам соревнований отобрались на первенство Европы 2022, которое пройдет в городе Поклюкка, Словения, с 19 по 23 февраля. Хоккеист родом из Пермского края за 41 секунду забросил свои дебютные шайбы на молодежном чемпионате мира по хоккею. Для 17-летнего уроженца Укунгура этот турнир, проходивший в Канаде, является первым молодежным чемпионатом мира в карьере. В середине третьего периода стартовавшего матча со сборной Швеции Мечков смог дважды поразить ворота соперников. Однако этих двух шайб не хватило для того, чтобы одержать победу. Итоговый счет в матче 3-6 в пользу шведской сборной. Это были все новости региона на сегодня. Всего доброго. В преддверии Нового года чудеса и праздничное настроение приходят и к тем, кто вынуждены находятся на лечении в стационарах пермских больниц. Туда к ребятам приезжает самая настоящая театральная неотложка. Это благотворительный проект Пермского отделения Союза театральных деятелей России. О поддержке, чудесах и простых радостях. Юлия Рожкова. На импровизированной сцене детской клинической больницы имени Пичугина театральная премьера. В преддверии Нового года к детям, проходящим длительное лечение, приехала театральная неотложка, чтобы показать новогоднее кукольное шоу. Здесь и куклы, и актеры выступают, и концерты, и цирковые номера. В общем, такое праздничное новогоднее шоу, естественно, с участием Деда Мороза. Понятно, сколько Дед Мороз у нас во всех спектаклях присутствует новогодний, поскольку такой замечательный детский праздник. Проект «Театральная неотложка» существует уже более 10 лет. За плечами профессиональных артистов тысячи представлений в детских учреждениях по всему краю. Неизменно одно – каждое выступление они с замиранием сердца ждут детские улыбки. В данном случае наши пациенты стационарные, конечно же, зарядились положительными эмоциями. Безусловно, это положительно скажется на их выздоровлении и восстановлении. Они отвлекутся от, может быть, какого-то заболевания, они отвлекутся от больничной атмосферы, которая тоже там не располагает чаще всего к празднику. Всего в Перми провели три праздничных концерта «Театральная неотложка». Яркое представление состоялось и в Доме актёра, месте зарождения проекта, у которого теперь множество единомышленников. Мы рады, что нам удалось организовать такое мероприятие и надеемся, что эта инициатива созданием, с организацией спектаклей станет доброй традицией. В представлении непосредственное участие принимают и дети. Они общаются с артистами, ловят конфеты, вводят хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Такое, казалось бы, совсем не медицинское действие, важно для здоровья и самочувствия. Поэтому с этого года проект поддерживает и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Мы решили поддержать эту инициативу, порадовать маленьких пациентов таким новогодним маленьким чудом, спектаклем, помочь деткам настроиться на позитив, на скорейшее выздоровление. И мы, как никто, как Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, понимаем, что залог здорового будущего – это, конечно же, здоровое детство. Именно поэтому мы очень с большим удовольствием приняли участие в этой акции. Десятки детей в Перми улыбнулись, несмотря на лечение. Новогоднего настроения стало чуточку больше у тех, кому оно необходимо. Значит, все удалось. Будем продолжать, говорят организаторы. Юлия Рожкова, Татьяна Сарамотина, Александр Наприенко, телекомпания «Ветта». Последняя рабочая неделя года – сложное время для многих. И мы, телевизионщики, не исключение. В редакциях ежедневный праздничный мозговой штурм, камеры работают на пределе. И все для того, чтобы порадовать вас интересным новогодним контентом. Телевизионная закулисья приоткрыла Анастасия Петухова. Слышите рычание? Команда в полосатых купальниках уже готова удивлять. Так, сейчас, подождите, где камера? Тут. Мы его приручили. Символ Нового года уже в студии. Я вас не съем. И это правда. Отправляйте фото и видео новогодних угощений на нашу почту 2022sobakabetta.tv с пометкой «Конкурс кулинаров». И получайте призы. А можете похвастаться тем, как украсили свой дом. Тогда в заголовке укажите «Красота». Давайте проведем эти каникулы вместе. Макс, Ксюша, расскажите, что вы делаете с 1 по 8 января? Будем работать. У нас будут новогодние вестники. Мы будем удивлять, радовать. Вот, Ксюша, сейчас некоторые подробности расскажешь. У нас такие произошли невероятные вещи. К нам придут такие удивительные гости. Например, мы будем петь народные песни. В это время будет играть диджей. Все это в современном таком будет стиле. Да, все это будет в электронной обработке. И это еще не все. Точнее, не все. С 1 по 8 января в эфире ваши любимые ведущие. Ксюша и Макс, Станислав и Полина, Егор и Валерия. Такого вы еще не видели. Мне кажется, что у меня руки под это не заточены. Это все говорят, кто делает что-то первый раз. Это действительно что-то новенькое. Нет, мы не про вязание. Новый год мы встретим в новой студии. Студия у нас высокоинтеллектуальная. Она у нас работает с интеллектуальным помощником Алеша. Она может выполнить команду. Алеша, включи свет. Наша студия уютная. Приколдесная студия просто. Она стильная. Мало того, что это нарядно, это еще и комфортно. А как нашим зверушечкам будет хорошо в новых обстоятельствах. Кстати, о шарфиках для погодных ведущих. Я подготовила подарки всем девочкам в редакции. На этом чудеса на Витте не заканчиваются. Вас тоже ждут подарки. Выкладывайте видеоролики в социальных сетях с хэштегами «Ветта» и «С новогодьем Пермь». О том, как вы вырываетесь в Новый год. Лично я уже это сделала. Вот мой ролик. Самые оригинальные будут отмечены призами. А еще их покажут в новогоднюю ночь. Праздничная трансляция на Витте начнется 31 декабря в 23.30. А после полуночи будет концерт. Не будем раскрывать эту тайну, но хочу сказать, что концерт пройдет на новом, в свежеоткрытом катке, на набережной. Там будет очень красиво, с фейерверками, с фигуристами, с классной елкой, веселой музыкой. Поэтому обязательно смотрите. Смотрите! Анастасия Петухова, Виктор Морозов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера.